Юнормейцы 45 учебных заведений областного центра собрались на подведение итогов конкурса мемориальных отрядов. На знаки признания претендовали более тысячи учащихся. Этим ребятам, которые несут вахту памяти по зову сердца, победа важна. Прежде всего потому, что для победителей подготовлена особая награда – возможность заступить на пост номер один 9 мая. Это традиционное, ежегодное подведение итогов вахты памяти за прошлый учебный год, где подводятся итоги несения вахты памяти всеми учреждениям, которые несли вахту в прошлом году. А несут их 44 учреждения образования. Это средние школы, гимназии, лицеи, профессионально-технические училища. У нас происходят соревнования, все борются за призовое первое место. И тот отряд, который набирает наибольшее количество баллов, ему предоставляется почетное право нести вахту памяти на день победы 9 мая. С 1972-го каждый год, ежедневно, с 1 сентября по 3 июля на территории Брестской крепости проходит ритуал, отработанный до мелочей. Церемония торжественная и привлекающая внимание. Посмотреть на нее останавливаются как брещане, так и гости города. Однако юноармейцы не только несут вахту памяти. Они изучают историю обороны Брестской крепости, проходят допризывную подготовку, посещают музей цитадели и учатся сами проводить экскурсии. Главная задача, которая стоит перед нами вообще, это патриотическое воспитание молодого поколения в нашем городе. Что я думаю, по итогам несения вахты памяти за прошлый год у нас неплохо получается. Поскольку только за минувший год около 1200 учащихся несло вахту памяти в мемориальном комплексе Брестской крепости Героев Вечного Гня. По итогам конкурса «Право заступить на пост номер 1» 9 мая получил мемориальный отряд средней школы номер 24 города Бреста. Второе место заняли юноармейцы колледжа бизнеса и права, а учащиеся средней школы номер 26 стали третьими. Но, как сказали сами ребята, каждое место почетно. И состязание здесь не главное. Я поняла, что война все же это то, о чем стоит знать нам и стоит знать ее последствия, чтобы предотвратить в будущем ту же войну. Также это дети, которые стараются, ты видишь их старания, ты хочешь стоять, потому что все же это честь, это твоя родина и ты должен любить ее. Ежегодно порядка полутора тысяч юноармейцев проходят школу поста памяти. В этом учебном году в мемориальные отряды уже вступили новички. Вскоре им доверит священный пост и к 86 тысячам юношей и девушек, которые несли вахту памяти в цитадели над Богом, присоединятся новые лица.